Удар за ударом. Люди спали. Как так можно? Во Львове растёт количество погибших. Радоваться рано. НАТО следит за передвижениями Пригожина. Лукашенко говорит, что в Беларуси ЧВК «Вагнер» нет. Что с ним будет дальше? Всякое в жизни бывает. Стремительно дешевеет. Что происходит с российским рублём? Жизнь просто становится дороже. Вот и всё. А также аномально жаркое лето. Глобальное потепление выходит из-под контроля. Подробнее об этих и других событиях пятницы 7 июля расскажу вам я, Анастасия Тиченко. Здравствуйте. Начну с обстрелов, которым за минувшую ночь сегодня подверглись как территории России, так и Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем в селе Новопетровка. По его словам, несколько российских населённых пунктов были атакованы артиллерией, миномётами и гранатомётами со стороны Украины. В СУ в свою очередь заявили о 12 сбитых шахедах за ночь. Ещё 6 уничтожить не удалось, но куда они попали, не уточняется. Власти Днепропетровской области сообщили о гибели двух человек в результате ночной атаки. Обломки одного из дронов упали на автомобиль, который ехал по трассе. Газета «Украинская правда» пишет, что за последние сутки жертвами российских ударов стали по меньшей мере 4 мирных жителя, более 20 ранены. Растёт и количество жертв российского ракетного удара по Львову в ночь на четверг. Погибли как минимум 10 человек, более 40 ранены. Украина называет этот удар самой большой атакой на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Они, эти россияне, рашисты, говорят, что они бомбят военные объекты, но они ударили по жилому дому. Люди спали. Как они могут так поступать? И теперь россияне празднуют. Посмотрите, что они сделали. Люди, помогите нам. Без вас мы с ними не справимся. Ракеты попали в историческую часть города, в том числе в жилой дом. Были полностью разрушены два верхних этажа трёх подъездов. Спасательные работы продолжались больше суток. Сегодня утром из-под завалов достали тело десятой погибшей мирной жительницы. Территория вокруг дома вся в обломках. Повреждены более 50 автомобилей и 30 соседних зданий. Среди них дом со статусом памятника архитектурного значения. Ручки бьют. Бьют. Так нас любят. Шкода, ты глядишь, он помирал. Вот такие. Дуже шкода. Российская армия выпустила по западу Украины 10 крылатых ракет «Калибр» из акватории Черного моря. Семь из них, как утверждают ВСУ, были сбиты ПВО. Минобороны России заявило, что нанесло удар высокоточным оружием по временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. После обстрела Львова президент Украины Владимир Зеленский пообещал, цитата, «ответ врагу». Посол США в Украине Бриджит Бринг подчеркнула, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне и продолжат укреплять способность Украины защищаться. Россия закрепляется на Азовском море ударов «Калибрами». Теперь стоит ждать и оттуда, заявляет Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке. По их данным, в Азовско-Черноморском регионе сконцентрированы 8 военных кораблей, предназначенных для запуска ракет «Калибр». Кроме того, как утверждает британское ведомство, Россия стянула на территорию Украины войска из всех регионов, чтобы сдержать наступление украинской армии. В частности, в Запорожской области оборонительный рубеж занимает 58-я общевойсковая армия России, которая обычно дислоцируется на Северном Кавказе. В районе Великой Новоселки, это юг Донецкой области, оборону держит 5-я общевойсковая армия и морская пехота, которые обычно дислоцируются на Дальнем Востоке России. А территорию вокруг Бахмута обороняют в основном воздушно-десантные войска. Они дислоцируются на Западе России. Таким образом, авторы сводки делают вывод. Война в Украине нарушила устойчивую российскую национальную стратегию обороны. Но Бахмут стал последним успехом российской армии в войне против Украины. С 20 мая, когда было объявлено о взятии этого города в Донецкой области, российская Минобороны ни разу не отчиталась о захвате каких-либо других населенных пунктов Украины. На это обращает внимание издание «Верстка». С момента захвата Бахмута Минобороны в основном отчитывается об уничтожении огневых позиций противника и отражении атак ВСУ, отмечает «Верстка». Тогда как украинские военные, напротив, смогли отбить несколько населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. В том числе те, которые были в российской оккупации с 2014 года. В последние дни украинский генштаб сообщает о частичных успехах в районе Клещеевки. Это село в пяти километрах к югу от Бахмута. На этой неделе российские военкоры писали, что вооруженные силы России оставили населенный пункт, однако ни одна из сторон это официально не подтвердила. Говоря о темпах контрнаступления, украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что они не такие, как хотелось бы. Еще и потому, что Киев не получает в обещанном объеме военную помощь от союзников. Это же подтверждают данные немецких аналитиков из группы Ukrainian Support Tracker. Крупные союзники Украины, США, Великобритания и Германия прислали ей лишь половину обещанного оружия. Военная помощь приобретает все большее значение по мере того, как затягивается война и на фоне наступательных планов Украины. Но разрыв между обещанной и предоставленной помощью велик, говорится в отчете. На этом фоне Европейский союз объявил о решении ускорить производство боеприпасов и ракет в 27 странах-членах блока. Хотя, как отмечают аналитики, более мелкие страны, такие как Чехия, Словения, Польша и Словакия, выполнили свои обещания на 80%. Чехия, например, обещала Украине в ближайшее время передать дополнительные боевые вертолеты и боеприпасы, а также специальные симуляторы-тренажеры для обучения пилотов. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Петр Фиала на встрече с Владимиром Зеленским. Накануне украинский президент прилетел в Прагу с официальным визитом и встретился в том числе с президентом Чехии Петром Павлом. Это первый визит Зеленского в Чехию после начала полномасштабной войны в Украине. Переговоры прошли в Пражском граде. Президенты обсуждали, в частности, вопросы обороны, положение на Запорожской АЭС, а также предстоящий саммит НАТО, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Зеленский поблагодарил Павла за всестороннюю помощь украинским вооруженным силам, упомянул попытки Кремля влиять на настроение чешских жителей и вновь подчеркнул важность принятия Украины в НАТО. Некоторые до сих пор оглядываются на Москву, кто-то боится России. Хотя я считаю, что это важный момент, отличный шанс показать храбрость и силу Североатлантического Союза. Мы говорим о четком сигнале, о каких-то конкретных шагах в сторону приглашения. Нам нужна эта мотивация, нужна честность в наших отношениях. Нам нужна честность в наших отношениях. Здесь следует особенно подчеркнуть, что в интересах Чехии, чтобы Украина, как только война закончится, начала переговоры о вступлении в НАТО, потому что это вопросы нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания. В то же время, по словам Павла, Чешская республика заинтересована во вступлении Украины в Европейский Союз, а украинское контрнаступление показало, что Россия далеко не так сильна, как она пыталась продемонстрировать. До Чехии Зеленский побывал с визитом в Болгарии, после отправился в Словакию, а далее полетит в Турцию. Цель турне украинского президента – укрепление военных связей и поиск поддержки этих стран в вопросах вступления Украины в ЕС и НАТО. Ранее существенно активизировать сотрудничество в сфере обороны Владимир Зеленский договорился с болгарским премьер-министром Николаем Денковым. Однако встреча с президентом Болгарии Руменом Радевым, который более критически настроен к НАТО, прошла сложнее. Владимир Зеленский, как отмечает издание «Политика», отверг предложение Радева о дипломатическом урегулировании нынешнего конфликта. 11 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО, на котором Украина рассчитывает получить сигнал о поддержке своего вступления в Альянс. В идеале, по словам Зеленского, приглашение в Союз. Однако Вашингтон-Пост сообщает, что страны НАТО еще не определились, что именно они могут предложить Киеву. Американское издание Foreign Affairs пишет, что прием Украины в Союз повысит вероятность мрачного выбора между конфликтом с Россией и его разрушительными последствиями или капитуляцией. Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, возможно, использует двойников, чтобы скрыть свои передвижения. Об этом рассказал газета New York Times на условиях анонимности сотрудник Пентагона. По словам источника, большую часть времени после мятежа Пригожин действительно находился в России и перемещался в основном между Москвой и Санкт-Петербургом. И не исключено, что в Минск приезжал лишь двойник Пригожина. Согласно данным сервиса Flightradar, после военного мятежа ЧВК Вагнер самолет Евгения Пригожина стал летать гораздо чаще. Например, с 1 по 24 июня он совершил всего два рейса. А вот после мятежа – 13. За это время самолет в пять раз приземлялся в Петербурге, а также в Москве, Минске, Ростове-на-Дону и Краснодарском крае. В конце июня, а именно 27 числа, Александр Лукашенко уверял, что основатель ЧВК Вагнер находится в Беларуси. Именно таким было условие прекращения мятежа. А накануне, отвечая на вопросы журналистов о местонахождении Пригожина, уже ответил иначе, подчеркнув, что беспокоиться о жизни главы ЧВК не стоит. Что касается Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет. Он на свободе. Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин вот такой зловредный и злопамятный, он его завтра замочит где-то, говоря русским языком, нет. Этого не будет. При этом российские федеральные телеканалы показывают сюжеты, разоблачающие роскошный образ жизни Евгения Пригожина, и рассказывают об обысках в его доме и офисе. Появились даже видео и фото особняка основателя ЧВК Вагнер. Их публикуют российские СМИ. Вероятно, съемка проводилась 25 июня, на следующий день после мятежа. На кадрах вертолетная площадка во дворе, в спальне арсенал оружия, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки и патроны к ним. В кабинете хозяина рядом с бильярдным столом огромная кувалда с надписью «На случай важных переговоров». Отдельное помещение – оснащенный медицинский кабинет, манекен с пиджаком, на котором звезда Герой России, высшее звание. И присваивается оно за заслуги перед государством и народом, Орден мужества и другие. Кроме этого, по сообщению здания Фонтанка, в доме был найден снимок с отрезанными головами в рамке. На парковке силовики обнаружили газель, наполненную наличными деньгами. Пятитысячные купюры аккуратно хранились в заводских пачках. Фонтанка ранее писала, что Евгению Пригожину после прекращения уголовного дела вернули 10 миллиардов рублей наличными и оружие. А теперь к новостям экономики. Рубль стремительно дешевеет. Вчера, в четверг, курс евро превысил 101 рубль. Доллара – 93 рубля. Это максимум с марта 2022 года. И это биржевые оценки. В банках рубль стоил еще дешевле. Аналитики русской службы BBC полагают, что причина такого роста не только в фундаментальных факторах, но и в последствиях пригожинского мятежа. Так глава Центробанка Эльвира Набиулина, как наиболее значимый фактор, влияющий на динамику рубля, назвала внешнюю торговлю. Импорт в России более-менее стабилен, а вот экспорт упал из-за санкций и снижения цен. Поэтому из страны уходит больше валюты, чем в нее приходят. Впрочем, по мнению экономистов, это не объясняет слишком высокую скорость падения российской валюты. Так Дмитрий Полевой считает, что причина ослабления в том числе в скрытых от посторонних глаз финансовых потоках. Серьезное падение рубля началось как раз после мятежа Евгения Пригожина и наемников ЧВК «Вагнер». Вероятно, уровень доверия к экономике снизился. Население и бизнес, не зная, что будет дальше, выводят деньги в зарубежные банки, чтобы подстраховаться. Еще один фактор, отмечает Би-Би-Си, это расходы бюджета. Потратив слишком много денег в первой половине года, власти перенасытили экономику рублем, и это тоже сказывается на курсе. И на благосостоянии россиян. Вот что они думают о нестабильном курсе рубля. Товары, которые возятся из, скажем, некоего зарубежья, ближние или далее, они подорожают. И, к сожалению, для населения тоже. Мне, честно говоря, полетная ситуация очень нравится, потому что я работаю, в общем-то, за границей и получаю доллары. То есть я сейчас ехал с дачи своей, посмотрю внезапно, опа, курс большой. Значит, я еще и выигрываю. Ее мнение, что это надолго, но я к этому спокойно отношусь. Жизнь просто становится дороже, вот и все. Некоторые категории товаров, особенно вот импортные, увеличиваются в цене, потому что все-таки санкции имеют свое действие, и приходится закупать товары через параллельный импорт. И, соответственно, ее это ощущается на привычном образе жизни. Заходишь в магазин, цены поднимаются, не радует. То, что происходит в стране и в мире, больше нагнетается какого-то хаоса и страха. Если не влезать в эти вещи, заниматься своими делами, то все равно все стабилизируется, станет на место. Набиулина при этом заявила, что Центробанк не будет вмешиваться в обвал национальной валюты. Рисков для финансовой стабильности нет. Уверяет глава регулятора. Экономисты скорого укрепления рубля не прогнозируют. И еще одна тема в завершении выпуска. Температура на земле уже две недели бьет рекорды. Этот июнь называют одним из самых жарких. Средняя температура воздуха превысила абсолютный максимум. Ученые винят в этом изменение климата, вызванное человеком. Аномальная жара стоит и в ряде российских регионов. Например, в Сибири. Там в июне воздух прогревался до 35,5 градусов, при том, что абсолютный максимум был установлен в 2004 году – 34,8 градусов по Цельсию. Эпицентрами жары становятся зоны плотной жилой застройки и большие асфальтированные площади. Люди спасаются в фонтанах и торговых центрах, где есть кондиционеры. Июнь выдался необычно знойным и в Европе, Америке и Азии. Одна из главных причин – постоянно растущие выбросы парниковых газов, а также сильная Эль-Ниньо. Это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Жара тем летом уже подвергла опасности миллионы людей по всему миру. Она убивает каждый год десятки тысяч человек даже в развитых странах, обостряя энергетические и миграционные кризисы. На прошлой неделе опасный тепловой купол накрыл Техас и Север Мексики, а в Великобритании был зафиксирован самый жаркий июнь за всю историю наблюдений. В Китае аномальные температуры держатся уже несколько недель. В стране объявлен повышенный уровень опасности. На этом все на сегодня. Оставляйте свои комментарии под этим видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за событиями вместе с нами. Меня зовут Анастасия Тищенко. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok